От прогресса, до капитуляции, до украинских информаций, на площадях. Что вы ждете от этого формата, от этой встречи? Я жду, что сегодня четыре человека, обладающие большой властью, встретятся, посмотрят друг другу в глаза, мило пообщаются и разъедутся, не достигнув никаких договоренностей, кроме разве что обмена всех на всех. И, наверное, каких-то газовых соглашений. Надо понимать цели каждого из двух лидеров Украины и России. Владимир Владимирович Путин хочет закрыть вопрос по Крыму навсегда, снять санкции и воткнуть Украине и Донбасс на своих условиях. Владимир Александрович Зеленский хочет, чтобы Донбасс был украинским на условиях Украины и вопрос Крыма не закрывать никогда. Как сойтись с этим двум позициям, я не представляю. Единственное, на что я надеюсь, на чудо, потому что часто бывает, когда люди приезжают с одним, уезжают с другим. 28 лет назад в Беловежской пуще Ельцин, Кравчук и Шушкевич приехали решать совершенно другие вопросы, а закончилось все судьбоносным развалом Советского Союза. Поэтому пусть посмотрят в глаза, лучше встречаться все равно, чем не встречаться. И лучше разговаривать, чем молчать, так сказать. Значит, правда-то выглядел, что вы привели пример, который может считаться чудом, конечно, для многих сейчас, по крайней мере, со знаком минус, конечно, гигантским, жирным и так далее. И многозначительным. Собрались они не разваливать гигантскую, огромную, великую страну. Ну, разваливали, так как-то получилось. А вы знаете, зачем они собрались? Зачем? Я опрашиваю всех практически участников, кроме Ельцина, в Беловежской встрече. Шушкевич хотел, чтобы Белоруссия перезимовала с газом. И договорился с Ельцином встретиться в Беловежье. А тут Кравчук как раз выиграл выборы. Ельцин говорит, давайте пригласим Кравчука. А Горбачок сказал Ельцину, ты же там едешь на встречу, ты Кравчуку скажи, чтобы он подписал союзный договор. Поэтому встреча началась с того, что Ельцин сказал, выполняю поручения Михаила Сергеевича Горбачева, Леонид Макарович, надо подписать союзный договор. А Кравчук сказал, когда руководители государств будут приезжать в Киев, они будут идти ко мне. А когда будут приезжать в Москву, они будут идти к Горбачеву. И Ельцин сказал, а что, пора с этим пятнистым кончать. Так и кончили Советский Союз. Да, и снова ключевое слово газ. Тем не менее, смотрите, опять же газ, да, и здесь, и там, и так далее. Тем не менее, все, что вы описали, наверное, правильно. У одних есть одни представления, другие, другие. И за одним маленьким, как вы мне говорите, нюансом есть подписанные представителем Украины Минские соглашения. Они международные сообщества, альтернативы в виде, так сказать, или качества достижения мира, инструмент достижения мира в Донбассе, или у них. Вот этот маленький нюанс, мне кажется, может внести какой-то, так сказать, элемент предсказуемости в это грядущее чудо. Минские соглашения мертвые, невыполнимые. И я вам открою, наверное, небольшой секрет. Насколько мне известно, сегодня они будут низвергнуты. Будет подписано что-то вроде Минска-3. Вот новое соглашение. Минск-2 не работает, к сожалению. Это факт. А может и к счастью. А вы можете приоткрыть задавес, если вам известно об этом? А в чем радикальная отклича Минска-3 от Минска-3 могла бы быть? Это много нюансов там есть, но... Но фундаментально что главное? Фундаментально главное то, что тогда речь не шла о Донбассе в составе Украины. Сегодня речь пойдет о Донбассе в составе Украины, но опять-таки копия будет ломаться на условиях, в каких Донбасс войдет в состав Украины и обратно. И здесь очень много противоречий. Мы сегодня с нашими экспертами, с нашими коллегами много обсуждали, и появилась такая нота, ведь все же это не может продолжаться вечно. И тот сказал, я говорю, почему? Вечно, не вечно, на наш век может хватить вполне. Как вы считаете, это может продолжаться вечно? Вы задали очень хороший, правильный вопрос. Я много раз говорил об этом, я повторю. Должна быть восстановлена справедливость. Даже животный мир живет по законам справедливости. Старается, во всяком случае. Справедливость говорит о том, что Крым надо вернуть, Донбасс вернуть и уйти оттуда. И это должна сделать Россия. Ключи от решения вопроса, украинского вопроса, в кармане у одного человека. Его зовут Путин Владимир Владимирович. Он должен это сделать. Если он не сделает, потом это исправит историю. Но это будет потом. Мы терпеливые, мы подождем. А уж, как мы терпеливые. Легендарная терпимость русских, терпеливость. Один маленький, один маленький, вот очень нет. Крымчан, будем спрашивать о поводу вернуть? Все-таки это, как сказал один наш аппозиционный политик, не будет оброт с маслом, чтобы туда сюда возвращаться? Или нам будет снять не очень интересное? Для Украины Крым это не только территория, это люди, прежде всего. По отношению к этим людям, всеми властями украинскими была допущена большая несправедливость. Они их забыли. Их отдали на откуп местным крымским бандитам. Насаждали многие вещи. Надо было быть лояльнее намного по отношению к крымчанам. Я считаю, что с Крымом надо вести диалог. И я считаю, что те, кто хочет, чтобы они жили в России и чтобы у них был русский мир, должны совсем ехать в Россию. Но не увозить с собой территорию, которая принадлежит Украине. С 50-го года? С 54-го года. Вы говорили про справедливость, но у вас это историческое парадокс, так сказать, не волнует. Я вам отвечу. Курилы тоже когда-то были японскими. И Калининград был немецким. И часть Карелии была финской. Если подходить к вопросу так, ну давайте все вернем на круги свои. Но это про справедливость, а не про формальность? Справедливость. Справедливость заключается в том, что Украина отдала добровольно шестой по величине ядерный потенциал. Шестой в мире. В обмен на гарантии неприкосновенности. И в этом и заключается высшая справедливость. Россия, Соединенные Штаты Америки, Франция и Германия, по-моему, сейчас я вспомню кто, и Великобритания гарантировали Украине в ответ на отказ от шестого, повторю, в мире по величине ядерного потенциала неприкосновенность территории. Гарантировали, выполняйте гарантии. Ну, это хорошие слова. Мы могли бы сделать с вами полноценную, большую, длинную дискуссию, потому что я могу вам там привести в качестве примера, почему этот переворот не должен и не может действовать, потому что в 19-м году в Украине произошел переворот государственный. Это факт. Казахстан переворот. Бандиты взяли власть в свои руки. Они свергли законное правительство. Вы такие бандиты. Смотрите. А как можно с ними, так сказать, договорить? Вы правильно сказали. Можно говорить переворот не переворот, история покажет, но это произошло в Украине, ключевое слово. Украинцы сами разберутся с тем, что у них произошло. Россия не должна была вмешиваться в политику Украины. И приходить к ослабленному брату, вы же называли нас братьями, и забирать то, что плохо лежит, братья так не поступают. Владимир Владимирович совершил роковую ошибку. Рассорил два братских близких народа. Учитель Дмитрия, у меня ответили на вопрос. Крымчан спрашивали, будем вернуть? А что такое вернуть? Крымчан. Вот они сказали, мы не хотим. Мы говорим, там много было ошибок, кто был не так, этот не этот, они клюнули, ходили на отпуск. Ну хорошо, да, окей. Ошибки не ошибки. Вот есть факт. Крымчане, вы же понимаете, что просите дула автомат. Вы говорили, я бы не разговаривал с людьми с тысячами людей. В прямой я ездил неоднократно. Как они участвовали в мебель? Каких дула автоматов там не торчат из-под всякого столь? Это правильно. Так как вы, вы будете с ними разговаривать, спрашивать у них, будете, планируете? Безусловно, с крымчанами надо разговаривать, налаживать диалог. И крымчане должны увидеть, что в Украине будет лучше, чем в России. Поэтому я говорю, начинать нужно с экономики, с украинской экономики. Показать преимущество Украины над Россией. Но необходимо России отдать то, что она взяла, когда оно плохо лежало. От этого Россия не станет беднее и не станет хуже. Она станет лучше. Я вам скажу одну вещь. Когда-то Владислав Третьяк, великий хоккейный брат в Советске, рассказывал мне, как в 68-м году, во время одного из чемпионатов мира, советские хоккеисты зашли в бой оливки и оказались там чехословакскими хоккеистами. И Недоманский плюнул критику в лицо. Третьяк спросил, за что? Он сказал, за ваши танки в Чехословакии. Вот эта политика захвата, то в Венгрии в 56-м, то в Чехословакии в 68-м, потом в Приднестровье, потом в Грузии, потом в Украине. Вам надо остановиться, забыть про Сирию, про Ливию, заниматься внутренними проблемами. То есть, вы начали в Украину, но все-таки вы не сдержали, сказали нам о России. Ну, а как же, а что вы там забыли? В России столько проблем. Да, вот тут что, да, нет. Вот, заметьте, я не хочу... Ну, я это сказал. Да, это хороший вопрос. Я не сую свой нос во внутренние дела Российской Федерации. Но я хочу, чтобы Российская Федерация не шла к нам. У нас есть, кому разбираться, и мы разберемся. Смотрите, вот я понял. Этого разговора действительно лет на ночь минимум. Приглашаю Дмитрия в любое время здесь ко мне присоединиться. В Диомбусском ресторане типа Пушкина. Здесь недалеко есть. Пушкин, как они его называют. И за рюмкой сесть и поговорить об этом. Потому что, повторяю, у каждого из нас есть своя правда. Мне кажется, все-таки повторяю. Я не то, чтобы я хочу, чтобы последнее слово за мной осталось. Хотя мы технически можем это организовать. Но просто, мне кажется, важно проговорить, что еще раз. Жители Крыма сделали свой выбор. У нас не то, чтобы выбор. Не то, чтобы они, как вы сказали, есть какой-то мульгарный элемент. Вот там будет лучше экономически, они выберут это. Там есть гораздо более, на мой взгляд, тонкая и важная, экзистенциальная, если угодно, элемент. Понимаете, граждане всю жизнь чувствовали себя частью России. Так уж получилось. Это правда. Я с этим не спорю. Я справедливый человек. Я много раз бывал в Крыму каждый год по 2-3 раза обязательно. Я изъездил весь Крым, хорошо его знаю. Конечно, подавляющее большинство жителей Черноморского побережья, особенно Севастополь, ощущает себя русскими, но это ничего не значит. Им надо создать условия в Украине, чтобы они чувствовали себя русскими, украинцами. Это нормальная ситуация. Нельзя забирать территорию. Вы гарантировали неприкосновенность границ. Нельзя. Как выглядит капитуляция? Капитуляция со стороны Украины? Из Зеленского, которого сейчас все опасаются. Да никто не опасается. Он патриот своей страны, он очень умный человек, он никогда не пойдет. Капитуляция – это сказать, ребята, Крым ваш, мы на него не претендуем. А на Донбассе делайте, что хотите, как хотите. Пожалуйста. Вот такая капитуляция. Но он на него никогда не пойдет. А как выглядит победа? Как бы она ни выглядела, ее не будет. Победа может выглядеть однозначно. Россия отдает Крым, уходит с Донбасса. Мир снимает с России санкции. Но Путин никогда на это не пойдет, потому что он силен. Он очень подготовленный государственный лидер. Один из самых, если не самый, подготовленный на сегодняшний день в мире. И видите, я справедливо говорю. Я его не люблю, Путина, потому что он враг моей страны. Но я отдаю ему должное в его подготовке и в уровне. И, извините, сам Трамп сидит перед ним и глаза так не особо подымает. Поэтому Путин никогда не пойдет на уступки Украине. Я это абсолютно понимаю. Для него это будет означать политическую смену. Поэтому разговор о Крыме, о Донбассе будет уже не с Путиным. Я в этом уверен. Спасибо вам. Спасибо. Приложили на реку. Спасибо.